Это невозможно то, что происходит здесь. Это просто какой-то наивысшей степени беззакония. Я чувствую себя гражданином России, который имеет полное право вернуться в Свердомой. Я выступаю за то, чтобы этот процесс был максимально открытым, чтобы все средства массовой информации имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит. И я хочу, чтобы пустили всех. Не только, что там вести дежурная часть, Life News и ГУВД, но и у тех настоящих журналистов, которые прямо сейчас стоят за воротами на морозе, но их не пускают. Это заявление Алексей Навальный сделал до начала судебного заседания. Но судья, который объявил процесс открытым, журналистов в зал так и не пустил. Якобы в целях санитарно-эпидемиологической безопасности. Пресса и сторонники политика ждали решения у ворот ОВД. Слободу Алексею Навальному! Слободу Алексею Навальному! Я приехал сегодня утром вместе с адвокатом Кобзевым и адвокатом Михайловым. Мы приехали, попробовали передать сумку с вещами для Алексея, но еду и часть вещей не приняли. Потом была целая эпохия, несколько часов адвокат Кобзев и адвокат Михайлов пытались попасть внутрь, не пропускали. Не пропускали членов ОНК, не пропускали депутата Мосгордума Ступина, который сюда приехал тоже с общественной проверкой. Суд проходил прямо в здании отделения полиции в Химках. В управлении МВД это объяснили тем, что у политика нет результатов теста на коронавирус. Хотя у всех прилетающих из-за рубежа по правилам есть 72 часа на то, чтобы его сдать. Происходящее сам Алексей Навальный назвал беззаконием. Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции, я не понимаю. Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки. Это просто... Ну, я много видел насмешек над правосудиями, но просто, видимо, вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойки уголовно-профессуальный кодекс. Ходатайство в суд, напомню, подала Федеральная служба исполнения наказаний. Она добивалась замены условного срока Алексею Навальному на реальный, по приговору, который оппозиционеру вынесли еще в 2014 году. По мнению ФСИН, Навальный скрывался от контроля, когда был в Германии на лечении после отравления боевым ядом новичок. И таким образом якобы нарушил условия испытательного срока. Отпускай! Отпускай! В итоге Алексея Навального арестовали на 30 суток, а в конце января суд будет решать, заменить ли ему условный срок на реальный или нет. Напомню, что в отделении полиции, где он провел ночь, политика доставили из аэропорта Шереметьево. 17 января Навальный, как и обещал, вылетел из Германии в Россию. Меня арестуют! Меня арестуют прилеты! Это невозможно! Я не виновный человек! Этот рейс авиакомпании «Победа» из Берлина в Москву уже назвали историческим. Алексей Навальный после пяти месяцев лечения в Германии возвращается на родину, где его пытались убить. В своих расследованиях сам Навальный рассказал, что за его отравлением боевым ядом новичок стоят российские спецслужбы. Но, несмотря на это, вопрос, возвращаться домой или нет, перед ним даже не стоял. Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим. Эту знаменитую фразу из фильма «Брат-2» Алексей и Юлия Навальный записали и выложили в сеть прямо перед вылетом. Навальный! Навальный! В аэропорту Внуково, где они должны были приземлиться спустя два часа, их ждали десятки сторонников. И отряды полиции. Больше 60 человек были задержаны. В их числе юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Собой. Но рейс из Берлина во Внуково встречающие так и не дождались. Борт сначала кружил в небе, потом его перенаправили в аэропорт Шереметьево. Потому что они его боятся. Это, в общем, единственная причина своей точки. Потому что летит лидер. По прилету Алексей Навальный извинился перед другими пассажирами за все происходящее и сказал журналистам, которые его сопровождали, несколько слов. В том числе о том, как он рад вернуться. Здесь мой дом. Я приехал сюда. И я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством уду на подгранконтроль. Выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Буквально через несколько минут после этих слов на паспортном контроле «Политика» встретили сотрудники погранслужбы и полиции. Алексея Навального задержали, не пустив с ним адвоката. Я вас задерживаю, потому что вы находитесь в розыске. У меня здесь адвокат находится. Он обязательно проследует, если вы пропустите адвоката. Вот у меня орден. Не надо, давайте просто припустить моего адвоката. Значит, смотрите, вы его задерживаете. Все документы у меня. Вы слышите меня? Документы у меня, которые вам тоже нужны. Постановление суда. Ваших же интересах меня пропустить с ним вместе. Что меня во всем это настораживает, и на что я хотел, чтобы все обратили внимание, это то, что власть сразу с разбегу отбросила все формальности. Власть сразу начала нарушать все правила, все законы, начиная от этого самого момента с посадки, то есть просто все правила авиационной безопасности отброшены ради текущего политического интереса. Навальному даже не дали пройти паспортный контроль. Просто видим какое-то, даже в мелочах, по праве существующих в России законов. Власть ведет себя совершенно неадекватно. Она плодит постоянно ошибки за ошибкой. И, ну, в общем-то, я не верю, что такой режим с таким уровнем принятием решений может долго просуществовать. В любом случае, возвращение Навального сильно повлияет на общественное настроение. Наше общество находит в такой гражданской коме. Но рано или поздно оно выйдет из этой комы, понимаете? И нужен какой-то триггер. Вот что будет этим триггером? Что-то рано или поздно станет последним таким щелкцом. Юля! 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 Подвелись столько людей. Просто из-за человека, который прилетел на свою родину обратно. И самое главное, что Алексей сегодня сказал, что он не боится. Я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам большое за поддержку. США и страны Евросоюза выступили с резкой критикой действий российских властей и призвали немедленно освободить Алексея Навального. Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов, не совершают насилия или незаконного задержания политических оппонентов. В Евросоюзе назвали происходящее неприемлемым. Еврокомиссия призвала не только освободить, но и обеспечить безопасность оппозиционного политика. Также в ЕС подчёркивают, что задержание Навального противоречит международным обязательствам России. То, что российские власти задержали его сразу по прибытии, абсолютно необъяснимо. Конституция России и международные обязательства требуют от неё соблюдать принципы правового государства и защищать права человека. Эти принципы, естественно, должны распространяться и на Алексея Навального. Он должен быть незамедлительно освобождён. В российском медиа назвали заявление западных политиков попыткой отвлечь внимание от кризиса либеральной модели развития. Напомню, что власти страны отрицают причастность к покушению на политика. Мы видим, как сейчас ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в Российскую Федерацию. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. В Сибири и на Дальнем Востоке в поддержку Алексея Навального уже проходят одиночные пикеты. Сторонники политика намерены в ближайшие дни выйти на акции протеста по всей России. Отпускай! Отпускай! Отпускай!